Друзья мои всем привет сегодня 28 сентября 7.20 я снова отправляюсь в путь чтобы сделать для вас новое видео как путешествовать сейчас быстро и недорого по россии это сервис la black car поэтому кто еще не пользовался взрослое поколение начинайте пользоваться экономьте деньги ресурсы время силы пусть вас научит молодежь да для для тех может кто еще никогда не пользовался попутчиками или бляблакаром чем мне нравится это то что можно выбрать точку откуда ты хочешь выехать поэтому не нужно ехать на вокзал не нужно брать такси можно просто дойти пешком до соседней улицы сесть машину к часто интересным людям и мягко комфортно с кайфом добраться до соседнего города сейчас я из питера выдвигаюсь москву я должен сесть в восемь утра и 4 часа уже быть москве и это стоит мне 1000 рублей такой вот такой вот такой вот подарок и еду я просто с соседней улице сейчас дойду также до встречи в москве пока и чуть-чуть прекрасного для милых дам для милых дам для милых дам цветочки вам моим подписчицам цветочки и еще хотел сказать всем моим подписчикам всех кто меня смотрит друзья спасибо вам большое благодарю вас за то что вы со мной то что комментируете за то что ставите палец вверх и это мотивирует меня поэтому буду делать масс полезного для нас всех давайте обнимаю вас всех оставайтесь со мной пока все на месте вот на этой замечательной машине вместительной я сейчас отправляюсь из питера в москву стоимость поездки тысячи рублей и много места хорошие люди поэтому ничего страшного нету этом можно всегда почитать отзывы водителях а попутчиков поэтому созвониться пообщаться заранее так что экономьте путешествуйте не сидите дома несмотря ни на какие карантина ни на что все равно делаем что-то так прошло 8 часов с моего выезда из города санкт-петербурга и я нахожусь уже на красной площади как видите в самом центре нашей прекрасной необъятной родины россия и созерцаю вот это вот очень красиво это впечатляет путешествуйте друзья путешествуйте 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 очень дешево очень комфортно очень удобно из питера в москву тысячи рублей можно себе позволить хостел снять у знакомых остановиться потому что это развивает наполняет впечатляет больше улыбаемся радостью жизни здорово сегодня вечером еду в киев из одной столицы в другую и будет очень интересный маршрут интересная поездка и обязательно про это сделаю видос про то что происходит на границах потому что это всем зашло ставьте палец вверх очень рад но Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Бренды менее-менее премиум, хотя, может я ошибаюсь, погуляйте, разберетесь. Так, туалет, иду дальше. Помыть руки в гуме стоит 50 рублей. Дешево и середина. Так, а это я вам говорил про кафе. Вот тут, наверное, можно покушать пиццу. А еще я не знал, оказывается, в гуме есть кинотеатр для детишек. Вот это да. Можно сходить в кино. Друзья мои, друзья мои, есть ли вам информация про посещение гума. Оказалось полезным. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Очень прошу вас. Буду вам сердечно за это благодарен. И, как я говорил, вот на третьем этаже здесь в уголочке есть столовая номер 57, где очень нормальные демократичные цены. можно здесь с победой поужинать после прогулки. салатики. Первое, второе, третье. Еще что хотите. Балинчики, сырники. Все вкусно. Свекольный салат 65 рублей, огурец-редис 65 рублей, муравейник 60 рублей, рыба-подмарионанс 20. Можно приедрянут, кефирчик выпить, компот можно 50 рублей выпить. Все, друзья мои, на столовой номер 57 я заканчиваю свой рассказ про гум. Меня ждут дальнейшие дела. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь, подписывайтесь. Я буду очень рад. Будьте здоровы. Это был Артем. И двигаемся дальше. Пока. Всем привет! В гуме три места, где можно помыть руки. За 100, за 200 и за 50 рублей на третьем этаже. И я не видел ни одного места, где можно помыть руки, в мире, где можно провести оплату карты в приходе. Помимо гума, исторического музея, Кремля, мавзолея... Кстати, мавзолей открыт. Может быть, туда можно зайти. Если не повезло, то я сейчас это сделаю, поэтому уточню. есть еще Казанский собор вот за этим где-то. Друзья мои, мне повезло. Я сейчас попаду в мавзолей. И я первый раз, наверное... Нет, второй раз. Один раз я был в детстве. Нахожусь так близко к стене Кремля. Вау! Вау! Вот это мне повезло сегодня. Вот это фартануло. Вообще восторг. Настоящая стена Кремля. Даже, видите, можно потрогать. Даже здесь кого-то в стену Кремля хоронили. Чарльз Эмиль Рутенберг. Юниел Ландер. 1828, 1827, 1925 года. Захоронение. Ну прям вообще мне повезло. Это же... Тут как бы получается и кладбище. И Ленин. И вечная память героям революции. Шверков, Подбельский. Ух! Это же очень-очень... Вообще... Я здесь... Сюда попасть это большое, наверное... Фарт. Сейчас посмотрю. Пустят меня в мавзолей. Щуков. Каменев. Карпинский. Кекер. Вот они какие ели. Ели, ели, ели. Голубые ели. Ну, снимать видео, делать и фотографировать внутри мавзоле нельзя. Ну, вы приедете, все сами увидите. Надо... Надо... Надо зайти. Прикоснуться к эпохе. Кто эпохи? Буденный. Здесь все те, чьими именами названы улицы по всему Советскому Союзу. Фрунзе. Фрунзе. Ворошилов. Буденный. И так далее. И так далее. Брежнев. Сержинский. Андропов. Калинин. Калинин. Калининград. И... Конечно же, Иосиф Виссарионович... Блин. Конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин тоже вот его... Здесь он похоронен. Здесь же, в стене Кремля, наверное, я не знаю, или это с урны, или это... Скорее всего, урны, да? Это великих... великих деятелей Советского Союза, как... Королёв. Ну, это кого я помню, да? Кого я знаю? Юрий Алексеевич Гагарин здесь. Юрий Алексеевич Гагарин. Да... Я не всех знаю. День, ну... Такой вот у меня... Вот такой вот у меня удивительный день, что я попал не только на Красную площадь спонтанно, хотя я это не планировал, но даже попал в Мавзолей. Удивительно. Даже прикоснусь тогда к стене. Красной стене. Видите, никто меня не накасывал за это. Слава Богу, хоть это можно. Продолжение следует...